всем привет с вами опять вам зав сегодня покажу и базовые такие короче тема такая диагностика ходовой части кроссовер на примере кроссовера hyundai тусан 2017 года выпуска в принципе ходовка у них платформа у них все одинаковые принцип принцип ходовки грубо у них тоже весь одинаковые сейчас покажу как произвести диагностику грамотно короче делаем диагностику этапы у нас сейчас у нас автомобиль чуть-чуть поднят первых проверяем люфты на колесах у нас ничего не люфтило так люфтов нет проверяем опорный подшипник берем рукой за пружину и выворачиваем колеса влево и вправо вот если подшипник то здесь подшипник нормальный и когда подшипник начинает закусывать то есть чувствуется вибрация на пружине то есть он начинает скакать так сразу смотрим колодки колодок здесь нет колодки закончились диски тоже выработка здесь огромная но она уже скрипят также проверяем подшипник также берем за пружину и вращаем колесо если будет гул подшипником то есть если измошен подшипник то опять же будет вибрация передаваться на пружину также проводим такие же процедуры со всеми четырьмя колесами и дальше поднимаем автомобиль еще выше как ты думаешь следует ли содержать в чистоте подкапотное пространство автомобиля или можно забивать и ничего не мыть не чистоте это все надо содержать единственное какими методами то есть если мыть движок то такое рисковое занятие ну либо искать конторы которые дают гарантию на это либо хотя бы просто сжатым воздухом продавать его периодически чтобы там грязь говно это не собиралась по крайней мере мне приятнее будет чистый мотор делать либо нежели грязные миха вопрос и как думаешь следует двигатель содержать в чистоте если пыль не не надо мыть если мастер то да говорится не надо действовать правный механизм это мое мнение делятся на из-за сроки кому как больше нравится но у тебя в автомобиле все наверное в идеальной частоте нет у меня в пыли все но у меня масла нету но пыль есть а пыль это не мазута ну все понял ладно подняли далее смотрим состояние саленблоков монтажку взять и посатывать здесь саленблок нормальный смотрим сзади саленблок визуально чтобы там не было надрывов также помогать монтажкой чуть-чуть приподнимать здесь все хорошо проверяем стойки стабилизатора с ними тоже все нормально на колесах принципе люфтов никаких не было так обязательно смотрим тормозные шланги чтобы на них не было трещин грыж здесь все хорошо ну и первичные признаки это запотевание различных разрывов нагрева не она это смотрим пыльники до обязательно пыльники шрузов туда заглядываем под защиту тоже не было ни потеков но ничего такого здесь все хорошо так также проверяем проверяем люфт на внутренней гранате у нас одевается на промежуток вал за счет шлюцов она там держится и со временем тоже начинает люфтить может давать вибрацию и закусывание есть небольшой люфтинг но как бы не криминальный то есть нужно обращать внимание когда прям сильно уже граната болтается тогда ее нужно менять и менять еще промежуточный вал который проходит через раздатку бывает что срезают там слицы и что у вас автомобиль уже никуда не едет так идем далее автомобиль у нас полноприводный проверяем люфт здесь у нас люфт минимальный то есть это означает что лиц и коробки и раздатки у нас плавно переходим к задней части сзади у нас смотрим сразу вот этот вот соленлок сейчас я монтажку возьму очень часто его открывает ну вот здесь он тоже уже начал надо рваться отрывает только вот этот со всеми остальными вот этот соленлок и два задних с ними ну как правило вообще ничего не случается и их меняют очень-очень-очень редко но это подзамена этот ну в принципе уже да можно его менять но он до конца еще не оторванный то есть там две перемычки еще более-менее держатся верхний он уже оторваный полностью ну как бы в любом случае рекомендации мы это запишем далее здесь у нас стоит муфта подключение полного привода тоже часто частая проблема это срыв шлицевой части от чашки фрикционов как это проверить то есть вы его на вас чашка или нет берем два колеса начинаем вращать то есть видно что кардан пытается вращаться это означает что корзина у вас целая то есть когда этого не происходит то опять же там 90 95 процентов что корзина срыванная бывает редко что кардан не вращается вот приговариваем корзину то есть снимая муфту по факту она целая такое бывает но редко так далее смотрим соленблоки продольных рычагов они же бабочки конфеты ушастые как их только не называют смотрим чтобы не было крещен обрывов лично все хорошо также проверяем тяги схожения задние тоже смотрим соленблоки здесь вот эти вот тяги они первыми выходят из строя здесь начинают отрывать соленблоки они начинают отслаиваться здесь пока все хорошо то пробег какую небольшой также да также хочу отметить что вот эти вот болты они отвечают за регулировку развал хождение и очень часто то есть автомобили там два-три года а эти болты уже начинают там закисать намертво то есть и там лет через пять их уже невозможно оттуда достать приходится это все дело выпиливать болгаркой и менять эти тяги менять болты меня остальные блоки в общем здесь вот судя по вот этим запотеванием судя под этим запотеванием скорее всего здесь болты эти уже смазывались то есть их вытаскивали смазывали и вставляли обратно чтобы дальнейшем избежать этой проблемы так дальше смотрим в общем смотрим все эти втулки соленблоки чтобы нигде не было надрывов где не было лифтов если надо помогая монтажечкой опять же смотрим шланги фанга у нас отлично в общем то здесь все нормально автомобиль свежий то есть пробег здесь небольшой соответственно и проблем здесь особо нет стойки стабилизатора проверяем стойки стабилизатора нормальные втулки стабилизатора здесь в принципе вечные с ними вообще ничего не происходит они там клеены и их никогда не разбивают поэтому если вам будут приговаривать их то вам уже поставят не оригинал и уже потом вам будет создавать проблемы они будут разбиваться и разбиваться вот так ну в принципе в принципе все диагностику произвели в принципе по результатам диагностики у нас выявились проблемы с дисками передними тормозными колодками они уже изношены очень сильно и один соленблок на редукторе заднем принципе больше нареканий нет по ходовой части вот также хочу напомнить что при замене масла двигателя у нас и покупки наших расходных материалов диагностика подвески идет в подарок сейчас у нас проходит акция поэтому приезжайте к нам записывайтесь будем рады вас видеть все всем хорошего удачного дня поэтому вот вот так вот 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 вот